Азаричи 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 узнали только после освобождения. В те морозные мартовские дни 44-го они умирали от голода и холода. Питались тем, что сумели спрятать при себе, а также мхом и найденными на болоте ягодами клюквы. Кузникам запрещалось разводить костры не только ночью, но и днем. Многие попали сюда семьями, но были и дети без родителей. Их содержали отдельно. Здесь было болото непроходимое. Вот здесь вот было болото. И когда нас у загородь выкинули, и вторая загородь была с детьми, и вот этих деток покоя с них выкинули и 2, и 5, и 10, и 15, и 6, и 8 годов. И вот эти детки двое суток просили ездить. А потом уже надо только стынать. Если это все мачить, это Боже-Боже. Хайлыча, чистое небо и кусок хлеба и вода. В общем, это мука. Центральное событие мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Азаричи, траурный митинг. В этом году он особенно массовый. В Азаричи приехали жители практически всех областей Беларуси и ряда регионов России. Кто-то из участников был узником этого лагеря. У кого-то здесь погибли близкие. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира постоянный участник этого мероприятия. На этот раз его активисты выпускают в небо десятки воздушных шаров. Как память обо всех погибших. История Великой Отечественной войны показала, что очень много погибло не только военнослужащих, а гибло в первую очередь мирное население. И эту память о Великой Отечественной все мы, и дети, и взрослые должны сохранять и беречь мир как самую, наверное, главную, не переходящую ценность. По официальным данным, в марте 44-го из-за зареческого лагеря смерти были освобождены около 33 тысяч человек. 16 тысяч из которых дети до 13 лет. Чуть более 13 тысяч – женщины и 4,5 тысячи – старики. Уже тогда стало ясно – это была бактериологическая война. И для этого преступления никогда не наступит срок давности. Не забудьте тогда, граждане-судьи, позвать этих свидетелей. Позовите Галину Игнатьевну Гавриленко или Петра Гарташкина и Людмилу Пекарскую из города Жлобина. Они расскажут вам, что видели в этом немецком лагере. Позовите и этих, замученных и покалеченных. Ничего не спрашивайте у них, а только глядите, глядите на них и помните, судьи, таких было 33 тысячи. Тысячи – это только тех, что спасла Красная Армия из одного полевского лагеря. Сегодня в Германии идет дискуссия по вопросу, каким образом Вермахт был замешан в преступлениях нацистов. Азаричи в этом плане важны тем, что операция полностью лежит на совести регулярной армии. В ней не участвовали спецподразделения СС. Обнародование в Германии фактов о существовании лагеря смерти Азаричи привело местных жителей в ужас. Это преступление было сделано немецкими солдатами и просто нельзя даже просить прощения, потому что нельзя простить это, просто надо вспомнить и делять все усилия, чтобы такого больше никогда не произошло. О трагедии Азаричи в Каленковичском районе не забывали никогда. 15 лет назад по инициативе райисполкома в деревне создали музей, основой которого стали собранные местными школьниками материалы и экспонаты. Неравнодушна молодежь наша хочу сказать к этому вопросу. Приезжают, просто мимо едут студенты, в гости приезжают к азаричанам, и все время есть у них желание посетить этот музей и мемориальный комплекс. Несмотря на то, что после ликвидации лагеря смерти Азаричи прошло 75 лет, полная его история не написана и сегодня. В прошедших на этой неделе траурных мероприятиях приняли участие сотрудники Следственного комитета, причем сюда они приехали с конкретной целью. В прошлом году Гомерское управление заключило с Каленковичским райисполкомом соглашение о реализации масштабного проекта, призванного ликвидировать все белые пятна в истории лагеря. Начать работу по консолидации исторических материалов, опросу всех оставшихся в живых узников азаричских лагерей смерти, а в последующем сбору средств для издания памятных видеофильмов, книг и реконструкции мемориального комплекса. Олег Шентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Ольга Коновалова, Ольга Коновалова, Ольгаría. Продолжение следует...